Друзья, всем большой привет! Вы на канале Семена Партнер, вместе с вами Виталий Декабрёв. И сегодня я расскажу, как из магазина принести 100 литров грунта в одной руке, причем легко и непринужденно. Присоединяйтесь! Сегодня я с вами хотел бы поговорить о грунте, ведь от его качества зависит и качество рассады, а значит и наши богатые урожаи и пышное цветение. Для рассадного периода, друзья, нам с вами нужно огромное количество грунта. Где же его взять? Ну, конечно, часть огородников по-прежнему берут свой грунт со своего участка. Но вы, наверное, уже, конечно, знаете, что это чревато последствиями. Хотя кто-то говорит, вот наши бабушки всегда брали грунт со своего участка и выращивали рассаду. Но, друзья, бабушки наверняка умалчивали о проблемах, которые были связаны с выращиванием рассады. Часть рассады погибала из-за того, что в этом грунте большое количество болезней и даже вредителей, например, паутинного клеща, от которого, ну, просто спасу нет. Если занесете, от него будет очень сложно избавиться. Конечно, скажете вы, что существует масса способов обеззаразить грунт. Но я уверен, те, кто обеззараживал грунт вот такими народными способами, они знают, как это сложно. Но давайте быстренько прям разберемся. Первый метод прокаливания в духовке. Много в духовку грунта не поместить и прокаливать нужно аж полтора часа. А еще раз напомню, грунта нам нужно очень много. Некоторые советуют пропаривать над кастрюлькой. Ну, опять-таки, ну, сколько мы пропарим этого самого грунта над кастрюлькой? Есть еще один способ такой интересный. Советуют промораживать грунт, причем несколько раз. В чем это касается и, в принципе, покупного грунта. Значит, как это происходит? Проходит выносим грунт на балкон, ну, на улицу, промораживаем его хорошенечко, чтобы он прям замерз. Потом отправляем к батарее центрального отопления. Он у нас оттаивает, лежит 3-4, может быть, 5 дней. То есть, там могут прорасти, например, сорняки. И начнет активно развиваться болезнетворная микрофлора. Как только они начали развиваться, их опять намороз, и вот такую процедуру нужно повторить 3 раза. Ну, в общем-то, такой рабочий достаточно способ, но, опять-таки, трудоемкий. Ну, и еще один способ, это такая классика протравливания грунта марганцовкой. Но здесь тоже многие совершают ошибку. Марганцовку разводит слабый раствор, такой чуть розовый. Так вот, друзья, марганцовка должна быть почти черная. Вот тогда грунт у вас обеззаразится. И смотрите, на 1 литр грунта нужно 100 миллилитров вот этого самого раствора. В общем, достаточно проблематично. Дорогие друзья, а у меня есть для вас объявление. Я сейчас уже в дороге в наш новый рознично-оптовый магазин, который находится в городе Москве. Запомните, метро Котельники, выход номер 7. Я еду на машине, поэтому вбил в навигатор. Улица, летчика Ларюшина, дом 20. Будет красивая вывеска «Семена партнер». Обязательно приезжайте. Вы сможете получить консультацию от профессиональных продавцов, которые суперпрофессионалы своего дела. Они же и агрономы. Дорогие друзья, мы вас ждем. Магазин современный, новый, красивый. До встречи. Честно вам признаюсь, я пользуюсь исключительно покупным грунтом. Свой грунт с участка не беру и его не обеззараживаю. После посева или после пересадки я просто добавляю биологический фунгицид. Пока вот сколько я выращиваю рассаду, никаких проблем у меня не было. Но прогресс-то не стоит на месте. И на сегодняшний день появились грунты, которые не нужно обеззараживать. Давайте о них я расскажу подробнее. Посмотрите, да, напоминает кокосовый субстрат, но это не он. Это почва брикеты. И самое главное преимущество таких почвобрикетов, они практически невесомые. Ну давайте по порядку. Вот посмотрите на этот почвобрикет. Из такой крохи получается аж 10 литров качественного грунта. Вот из такого тонкого почвобрикета получается 5 литров грунта. Вот из такого брикета получается вот практически полтаза. Ну, 10 литров грунта. Причем грунта, посмотрите, какой он рыхлый, воздушный. А все почему? Потому что он состоит из верхового торфа и переходного. То есть, этот торф и не низинный, и не верховой. Что-то среднее. Вообще, он мне больше напоминает мох сфагну. И этот грунт прессуется при высоких температурах, и тем самым он обеззараживается. То есть, там нет ни патогенной микрофлоры, ни вредителей, ни сорняков. Что еще добавили в этот грунт? Ну, конечно, хорошее качественное минеральное удобрение для питания растений. И здесь, вот я посмотрел на упаковке, 5% вермикулита. Хороший состав. И линейка очень обширная. И для выращивания рассады, причем разной рассады, есть почвобрикеты для томатов специально. Для всевозможных цветочных культур. Даже для цитрусовых растений. Есть даже вот такие вот удобные круглые почвобрикеты. Ну, видимо, их прям помещаешь в кашпо или в горшок, и можно сажать растения. Вот такой брикет, который на 10 литров, его заливают двумя литрами воды. Немного подождав, получается вот такая вот великолепная смесь. Ну, самое главное, то, что такие почвобрикеты очень легко нести из магазинов. Мы с вами смело можем донести в легкую. Даже 200 литров грунта. Классно. А как удобно их отправлять через интернет-магазины. Сейчас доставка-то, в общем-то, не дешевая. Поскольку почвобрикеты весят мало, доставка у вас обойдется не так дорого. Кстати, линейка почвобрикетов от компании Биомастер есть в интернет-магазине Семена Партнер. Друзья, те, кто уже использовал этот грунт, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями. Напишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Внесу небольшую ложечку дегтя в этот грунт. Вот прекрасный грунт, но я выращивал и рассаду, и комнатные растения, и даже на участке выращивал питунью в этом грунте. Росла питунья прекрасно. Единственный недостаток этого грунта – он очень быстро пересыхает. И поэтому я его решил немного обогатить. Здесь есть 5% вермикулита, я добавлю еще 10% вермикулита в этот грунт. Поскольку вермикулит очень большое количество воды впитывает, грунт будет меньше пересыхать. И вот для структурности, чтобы немножко его утяжелить, добавлю настоящий биогумус. Натуральное удобрение, созданное червями, биогумус и обогатит грунт, и сделает его более структурированным за счет большого количества гуминовых веществ. Ну и всем известно, что биогумус имеет такую плотную структуру, и к тому же это будет такое мягкое, деликатное питание для растений, дополнительное питание. Там есть и основные элементы питания, и микроэлементы, всевозможные фитогормоны и витамины. В общем, грунт в этом сезоне получится отличный. Хочу, друзья, напомнить, что уже через полторы недели мы с вами будем производить посев луков. В этом году я решил, что репчатый лук на рассаду я сеять не буду. Буду выращивать через рассаду исключительно лук-порей. Ну а по-другому его, собственно, и не вырастешь, и хочу вам порекомендовать, если еще не выращивали. Вот у всех получается этот сорт лука-порея. Называется он веста. Очень вкусный лучок с толстыми стеблями. Сеять, естественно, буду вот в этот грунт, а вот в такие кашпо. Вот приобретайте, не пожалеете. Они достаточно глубокие и небольшие. В одном таком контейнере будет расти достаточно много рассады. Вот чем хороши именно небольшие контейнеры, можно разные сорта в разные контейнеры посадить. И, конечно, вот этот грунт придется очень кстати, обогащенный, рыхлый и так далее и тому подобное. Ведь лук, рассаду лука мы с вами выращиваем без пикировки. То есть посеяли, и уже весной мы вот этот ящичек с вами отнесем в наш огород и будем высаживать рассаду лука. В общем, друзья, будем вместе во всеоружие встречать новый дачный сезон и вместе с агрофирмой Партнер. На сегодня у меня все. Вместе с вами был Виталий Декобрев. Желаю здоровья вам и вашим растениям. До встречи.